Доброе утро! Продолжает вещание. И я с большим удовольствием приветствую всех зрителей. Давайте узнаем о погоде на сегодня. Днем плюс 16, плюс 21. В горах местами плюс 10, плюс 15. И высокая пожароопасность. В Черкесске ночью дождь, гроза днем сильный. Ветер западный 6,11 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 15, плюс 17. Днем плюс 18, плюс 20 градусов. Откуда появилась любовь к морю у человека, рожденного в Горной Республике? Была ли мечта служить на Северном флоте? Или же это судьба? Насколько оказалась она интересной? Эти и многие другие вопросы мы адресовали гостю нашей студии, капитану первого ранга Дахиру Уртенову. Здравствуйте, Дахир Сулейманович. Спасибо вам за то, что вы выбрали время и зашли к нам в гости, в нашу студию. Здравствуйте, Альбина. Расскажите, пожалуйста, о службе вашей на Северном флоте. Сколько лет вы прослужили и как вообще вы попали на эту службу? Достаточно много читал о моряках, поэтому решил поступить в военную черешу. Так это была ваша мечта, да? Да, это вот моя мечта, да, скажем. Меня не отпускали, я написал записку и убежал. Поступать в Севастопольское высшее военно-морское инженерное училище. Сокончил училище, после этого был направлен служить на Северный флот. Служил на атомных подводных лодках. После этого дошел до должности механика атомной подводной лодки. После этого меня отпустили учиться в военно-морскую академию. Сокончил военно-морскую академию в Ленинграде и меня обратно вызвали на Северный флот. И там уже служил в штабе 7-й дивизии атомных подводных лодок. Был заместитель командира дивизии. После этого, скажем, служба на флоте закончилась. И меня перевели служить в инспекцию ядерной безопасности Министерства обороны. Я был начальником инспекции ядерной безопасности на Северном флоте. И прослужил на этой должности 15 лет. Всего прослужил 38 лет. Дакир Сулейманович, расскажите, пожалуйста, где вы себя лучше чувствуете? На суше или в воде? И еще возвращаясь к Северному флоту. Какие яркие события вы можете рассказать нам, нашим зрителям? И были ли чрезвычайные ситуации на службе? Учитывая то, что я 20 лет ходил в море, по-моему, для меня сейчас уже все равно, суша или море. Я начал служить на атомных подводных лодках первого поколения. В том море я ходил на атомных подводных лодках и второго поколения, и третьего поколения. То есть практически на всех проектах кораблей. А насчет аварийных ситуаций, ну, их достаточно много. Потому что корабль – это сложный механизм. Скажем, на один кубический метр у вас 70% горючих взрывоопасных веществ. Поэтому все там бывает. Я прошел 8 боевых служб. Ну, ядерных аварий, официальная ликвидация у меня тоже 8. А пожаров и поступлений воды, конечно, было больше. Я тут их все и не перечислю. Самая сложная ситуация на службе, которая вам запомнилась на всю жизнь? Самая сложная ситуация, знаете, я два раза понял, что все твои знания, все твои умения, ничего не стоит, если своевременно не примешь необходимые меры во время ситуации. Один раз так. Мы чуть не утонули на глубине 100 метров, потому что ответственный человек не принял решение. Ну, вышли из этой ситуации. При этом я запомнил одно. Вот мой матрос, оттененный, там надо было в стирруке выполнять мероприятие, чтобы аварийность плотить. Я когда начал без команды это дело, смотрю, рядом этот матросик стоит и мне помогает. Действительно, вот человек знал свое дело и доверял своим командирам. А самое обидное было, вот на одну изъядерной аварии, я просто, скажем так, труднодоступное место было. Надо было туда залезть, собрать систему, чтобы откачивать жидкие радиоактивные отходы. Я туда залез, а вылезть уже не могу, застрял. А так как аварийная партия была наверху, вот, их там, большие начальники учили, как надо ликвидировать аварию, я лежал и прекрасно понимал, светит там порядка, ну, скажем так, достаточно много, чтобы получить годовую дозу в течение там 4-5 минут. Вот, и я лежу и понимаю, что вот меня нейтроны расстреливают, и я ничего не могу сделать. Вот, значит, когда все твои знания и умения, они ничего не стоят, если ты своевременно не сделал первый шаг. Одной из ваших атомных подводных лодок была Курск. Как мы знаем, произошла тяжелая авария. Вспоминая ее, что вы можете рассказать о ней? Я участвовал в формировании экипажа Курска, там где-то 30% моих учеников, хорошо подготовленные ребята. Конечно, авария была неожиданной. Результаты аварии определены при лиценном комиссии. Я в это время, время аварии было уже в отпуске. Потом участвовал в подъеме Курска, и первым, вот, первого аренопарта я обследовал реакторный отсек. Вот, конечно, это тяжелая утрата, но, надо сказать по-честному, что меня тогда удивило, после того, как год пролежал корабль на дне, ядерная установка была в достаточно хорошем состоянии, что позволило нам выгрузить ядерное топливо оттуда и утилизировать подводную лодку. Как я знаю, в настоящее время вы работаете в Курчатовском институте. Расскажите о вашей работе в нем, и не скучаете ли вы по флоту? Инспекция ядерной и рационной безопасности, Министерство обороны, она официально подчиняется начальнику генерального штаба. Вот мой начальник в Москве подчинялся ему. Я был начальником инспекции ядерной безопасности на Северном флоте. Задача инспекции была контролировать деятельность Северного флота, предприятия Росатома, предприятия промышленной торговли в области судостроения. Ну и взаимодействие по всем этим вопросам с иностранными государствами. Задачи были тяжелые. Одно то, что ни один корабль не мог выйти в море, пока я не проверю и не распишу, что согласен на выход в море. Я имею в виду атомные корабли. С иностранцами приходилось работать и с американцами, и с французами, с итальянцами, норвегами, финнами, немцами. В этом году большой проект был сделан вместе с немцами по созданию хранилища реакторных отсеков отводных лодок. Потому что после 1990 года практически половину Северного флота пришлось вывести из боевого состава, разрезать и поставить на хранение. Национальный исследовательский центр, Курчатовский институт, это единственная организация, которая непосредственно подчиняется правительству Российской Федерации. Учредителем Курчатовского института является правительство Российской Федерации. Направлений деятельности много, но наше направление – это проектирование, создание, эксплуатация кораблей с ядерными установками, ядерно-энергетическими установками. Курчатовский институт является научным руководителем данного направления работы. И когда создается новый объект, проектант корабля или реакторной установки присылает проект нам на согласование, включать не приходится, потому что мы это все делаем для флота, мы сопровождаем корабль во время строительства, потом в составе комиссии принимаем корабль, если он новый, и не только корабли, но и специальные боевые морские роботы, специальные станции, ну, включающие гражданскую тематику, это ледоколы, плавучие электростанции, вот все, что связано с транспортной ядерной энергетикой. Ну и несколько раз в год мы выезжаем на флота и смотрим, как эксплуатируются боевые корабли. Расскажите, пожалуйста, о самых дорогих наградах в вашей долгой службе. У меня орден мужества, церквидацию ядерной аварии, орден за службу Родине третьей степени, это за боевую службу. 12 медалей на городной кортик. Потом, есть две памятные медали, они для меня дорогие, я их не ношу. Это медаль за подъем Курска и медаль за создание ракетных подъемных лодок класса Борей-А. Ну и еще почетный житель Ведяева. Дахир Сулейманович, пожалуйста, расскажите немножко о вашей личной жизни, о семье, как они относились к вашей службе. Я женат, жена Скорочаевска, Кубанова. У нее, скажем, есть именная медаль, называется «Жена подводника, врученная главной командой Живойноморским флотом». Живем мы в Москве. Сын и внучка живут в Черкесске. Дочь вышла замуж за военного, она в Мурманске. Там у меня внук и две внучки. Каждый год приезжаю, обязательно сюда, а когда бываю на зерном флоте, захожу к дочери. Дахир Сулейманович, спасибо вам за интересную беседу. В селе Дружба Прикубанского района появится новый дом культуры на 250 мест. Строительство ДК ведется в рамках партийного проекта «Единой России» под названием «Культура малой родины». Общий объем выполненных работ составил около 70%. В этом убедились члены партийной делегации во главе с первым заместителем спикера парламента Дагиром Смакуевым и наша сноемочная группа. Подробности у Мурата Джанкезова. Новый дом культуры в селе Дружба одноэтажный. Его площадь 704 квадратных метра. Внутри здания зрительный зал, кабинеты для занятий творчеством, библиотека и все остальные помещения. Конструкция здания железобетонная. Строительные работы ведутся ежедневно. Молодцы здесь потрудились. Приблизительно начали они тоже где-то с начала года текущего. Уже готовность, они сами называют, 70%, а так может быть даже 80-10%. Готовность осталась только отделочной работой. И они уже 100% гарантия, что срока не сдадут. Это молодцы. Поскольку послойные грунты в этих местах слабые, заранее была предусмотрена уплотненная грунтовая подушка. В новом ДК предусмотрена приточно-вытяжная система вентиляции, также помещение оборудовано котельной. Уже выполнены работы по проведению подводящих коммуникаций. В основном по зданию у нас осталось отделочной работы. Мы все черновое подготовили. Установка дверей сейчас будет. Ну и в дальнейшем. Ну как видите, все стяжко, все сделано. Все коммуникации проложены. Одним словом грязную мы работу сделали. Строительство ДК в селе Дружба ведется в рамках проекта партии «Единая Россия. Культура малой родины». Закончить весь спектр строительных работ планируют до конца текущего года. В ближайшее время в Черкесске планируется интереснейшее творческое мероприятие, а именно поэтический фестиваль. Надо сказать, что он уже проводился в нашей республике. Организатором поэтического фестиваля стало творческое объединение «Метрум». О том, кто может стать участником мероприятия, как проходят репетиции, и где и в каком формате будет проходить фестиваль, об этом. В эти минуты в нашей студии моей соведущей Белли Джозаевой расскажет один из организаторов фестиваля поэтесса Эля Парамонова. Доброе утро всем. Доброе утро, Эля. Я рада тебе сегодня у нас. Эля, я знаю, что ты являешься одним из организаторов такого интересного события, как поэтический фестиваль, который планируется у нас в городе Черкесске. И, насколько я знаю, это мероприятие под названием поэтический фестиваль уже проходило в Карачаево-Черкесии. Мне бы хотелось узнать подробности, что это такое, каков состав его участников, и чья это была идея? Это идея вашего Мэтрума была? Да, это идея Мэтрума, точнее, его владелицы, основательницы, была Джан Джукаевой. Она тоже как поэт, как организатор всех таких творческих мероприятий, видимо, решила объединить нас, собрать нас воедино и показать нашему городу творчество, которое в стенах Мэтрума мы собираем по крупицам. И вот так пришла идея создать этот фестиваль. Она его режиссировала, в том числе выступала там сама, и собрала несколько поэтов местного уровня и актеров, которые просто декламировали стихи. Они не пишут, но они просто выступали на сцене. Прошел этот фестиваль, но это было очень такое интересное мероприятие, такой перформанс, можно сказать, потому что мы не объявляли участников, мы не говорили название стихотворения, ни авторов, ничего. Это было абсолютно мероприятие без ведущих. Там выходил поэт со своим стихотворением или стихотворением известных поэтов и рассказывал его публике. И никто не аплодировал. То есть это была полная тишина и вот такое звучание стихов по музыку. Слушивались. Да, да, да. Вот в прошлом году, когда мы его устраивали, точнее в позапрошлом, оно собралось не очень много людей, вот я имею в виду зрителей, потому что у нас, наверное, проблема из-за того, что у нас поздно доходит до всех. Мы вот начинаем говорить об этом, но, к сожалению, когда уже узнали, все говорят, а почему вы не позвали, а просто человек не знал. Вот, и в этот раз мы решили провести его не в стенах филармонии, не в закрытом помещении, а за пределами. Мы будем выступать на Первомайской, под открытым воздухом. Надеюсь, будет погода хорошая, и у нас будет звук, аудиодорожка и микрофон, и мы. То есть это будет, опять же, такое очень, ну, это формат такого другого опыта, скажем. Или скажи, пожалуйста, кто может участвовать вот в этом мероприятии, в этом фестивале? Любой ли желающий может подойти, и какой возрастной ценз? Любой ли желающий может подойти и сказать, я хочу участвовать в этом фестивале и прочитать свое стихотворение? И только ли свои стихи надо читать? Ну вот я думаю, что любой человек может подойти и предложить себя в качестве поэта, участника. Но тут вопрос в том, насколько человек владеет языком, насколько он может держать себя на сцене. То есть если человек не может выйти и рассказать, то мы не сможем его там за полмесяца подготовить, чтобы он вышел и был готов выступать перед публикой. Но если у вас есть какие-то таланты ораторские и есть что показать, то да, безусловно, любого человека примут вне зависимости от пола, возраста, там, социального положения. И кто может принимать участие, это любой человек. Будьте вы поэтом, медработником или офисным сотрудником, вы можете прийти и принять участие, потому что мы не ограничиваемся своими стихами. Мы выбираем поэтов разных стран, разных веков, разных периодов. И вы можете выбрать то, что вам по душе, любого поэта, современного или несовременного, и прийти и рассказать этот стих. Ну а смысл? Я думаю, что надо проводить этот фестиваль только для тех, кто пишет эти стихи. Я не права? Нет, наверное... Цель тогда какая? Выявить же таланты нужно. Тут цель, она не заключается только в том, чтобы выявить эти таланты. Это не для того, чтобы собрать людей в метруме, чтобы мы потом все сидели камерно писали стихи. Это создаётся для того, чтобы показать людям, что вот есть стихи, что есть люди, которые до сих пор их пишут, потому что очень часто мы слышим, что вот молодёжь и уже никто... То есть выродилось поколение. То есть это такое показательное выступление, не отбор, не конкурс, да? Правильно я понимаю? В том числе показательное, да. У нас будут снимать камеры, и потом это видео по нашим планам должно уйти на просторы Ютуба. То есть это делается не для нас, а для зрителя. Это больше такое, как мини-концерт, вот то, что делается для публики. А кто будет в жюри? Кто это всё будет оценивать? Жюри тоже не будет. Это не для оценки. Это делается именно для того, чтобы передать вот это творческое настроение, вдохновение, чтобы создать другую атмосферу. Это будет просто красивое мероприятие. Да, да, да. А когда это всё будет проходить? Вот у нас со сроками небольшие накладки, мы собирались это провести в конце августа, но не получилось. И вот теперь у нас очень плавающая дата, мы должны отрепетировать сначала всё. А, кстати, будут ли репетиции? Да, репетиции, они уже проходят. То есть у нас были вот несколько репетиций, просто мы притормозили немного. И они возобновятся, безусловно. Мы без тренировки, мы не сможем выйти рассказать. Это очень тяжело, когда ты там пять стихотворений рассказываешь, и ты никогда их не читал. То есть у вас уже заранее готов список участников? Да, но если есть человек, который хочет на данном этапе вот вписаться, то я думаю, что за репетиции три можно будет это всё сделать. Если у человека есть хотя бы немного дикции и чувство вот чтения стиха. Ну, я думаю, что это тоже очень интересное и нужное мероприятие. И, конечно, я желаю вам успехов и желаю, чтобы этот фестиваль поэтический был не последний. Спасибо вам. Спасибо большое. Спасибо. Любой пчеловод по природе своей экспериментатор. Быть пчеловодом – это значит стать немного пчелой, такой же трудолюбивой и беспокойной. Ольга Савенко побывала на пасеке и узнала много интересного. И этим она сейчас поделится с нами. Помните английского короля Ричарда Львиное Сердце? Так вот, во время войны его воины брали в такие сосуды, запускали пчел или ось и потом кидали в противника. Как вы думаете, кто побеждал? Эту историю, как и многие другие интересные факты из жизни пчел, нам рассказал Виктор Павлович Перегородей. Он пчеловод со стажем. Занимается этим промыслом более 30 лет. Семейная традиция. Прадед занимался, бабушка, я помню, еще бабушка когда занималась, но у нее небольшая пасека была, пчелов, пчела семей 10-12. А потом товарищи занимались, и в конце концов, ну как, не уговаривали, а мне захотелось пчел, выезжать. Ездил с ними на пасеку. В общем, в генах у вас это все. Да, мне можно сказать, что в генах это у меня. Вот и внуки тут же деду помогают. Хотя могли бы дома отдыхать, каникулы же. Вероника, так жарко, а ты еще и в Толстоке. Тебе не жарко? Нет, я и сургута, я тут греюсь. А заодно пчелиную науку постигает. О пчелах наш герой знает все. Ну, или практически все. Вот, например, что в мире существует около 21 тысячи видов пчел. У Виктора Павловича они зарубежные. Ну, как-то у нас на Кавказе стали более воспринимать карпатскую породу. Поскольку они продуктивнее и несут более меда. Больше меда? Да, больше меда зимует более лучше. Что-то эти иностранки подозрительно жужжат. По-моему, это неправильная пчел. Надеюсь, они не думают, что я очередной Винни-Пух. Меня лучше пускай пчелы кусают, чем комары. Пчелиный укус, 3 минуты и все прошло. Как прошел и артрит рук, и сдержки профессии. Стал работать на пасеке. Пчелки его кусали-кусали и куда что делось. А еще говорят, что артрит не лечится. Наш пасечник не только себя, но и пчел умеет лечить. Здесь все просто, как у людей. Для того, чтобы не болели, нужно весной, ранней весной начинать их профилактическое лечение. Не лечение, а просто профилактика. Есть специальные препараты. Виктор Павлович, а зачем нам дымать? Пчелы боятся дыма, что ли? Нет, они дыма, можно сказать, не боятся. Они боятся, у них инстинкт на пожар. Если дым, значит, они должны как бы слететь из улика. А перед тем, как слететь из улика, набирают в хоботок мед. А когда хоботок полный, они не могут согнуться и стараются вжалить, а не получается у них. Вот и хорошо. Вот и слава Богу. Можно спокойно работать дальше. Ученые издавна пытаются разгадать язык пчел, тайну их движений. Первым в начале прошлого века это попытался сделать австрийский ученый Карл фон Фриш. За свои труды он получил Нобелевскую премию. Наш герой не ученый, но о пчелах знает не меньше. Есть пчелы-воровки, которые прилетают и стараются забрать мед из этого улика. Но на прилетке, на входе в улей есть сторожа, специальные пчелы, которые сторожат. И вот они не пускают туда эту воровку, могут даже и убить ее, зажалить до смерти. Но вообще-то выгоняют просто, тянут за крылья, за ножки и выбрасывают с прилетки. В бедственном положении, когда находят гроза, дождик, пчела, если не успевает долететь до своего улья, она старается в чужой улей. И ее особым движением она показывает, что она бедствует. И тогда ее пропускают, кормят, поят, греют. Когда приходит нормальная погода, есть возможность улететь, она улетает. Ну, как у нас на Кавказе. А есть пчела, которая придет, ну, просто заблудилась, я и с медом заблудилась. Ее тоже пропускают, забирают у нее нектар, с нектаром, которая пришла. Я думаю, что говорят спасибо и отпускают. Разведение маток для любого пасечника – высший пилотаж. Немногие умеют. Чаще всего их покупают в питомниках. Виктор Павлович сам выращивает. Выписывал из Закарпатия, из Мукачева, элитных маток. 102-й линии, так называемая линия, по которой ведется селекция. Вот это мать, дочка той матки, которая в 102-й линии. Вот сейчас будем смотреть на нее, искать и будем смотреть, чем она занимается. Вот она и маточка ходит. Наши кавказские матка сеют до 2000 яиц в сутки, а это до 2800 в сутки. Более продуктивная, ну, по меду и по яйцекладке. У матки есть своя свита, своя свита, свои пчелы, которые кормят ее. Матка не питается сама. Пчела вырабатывает ей, ну, тоже маточное молочко и кормит из зобика. Пчела выделяет на хоботок капельку корма, а матка слизывает ее. Ну, прям королева, да? Да, вот она, она королева. А зимой им не холодно? Зимой в середине гнезда 28 градусов температура. Поддерживается постоянно. В этом центре находится матка и ее свита. А пчела в клуб собирается, в большой такой клуб. И внаружи, ну, до 5, до 6 минус, фу, плюс, может опуститься. Они плотно собираются и сидят, не шевеляясь. Через двое суток эти, ну, как, ныряют или заходят в середину гнезда, набирают в зобик, отогреваются, набирают в зобик меда, которого хватает на двое суток. А те, которые набрали, идут внаружу, садятся плотным слоем, ну, как бы защитную броню делают, тепловую. И до середины гнезда температура, какой бы мороз ни был, температура будет 28 градусов. Чтобы пчелам было чем питаться в зимние холода, им обязательно нужно оставлять часть меда. Пожадничаешь, останешься и без меда, и без пчел. Их любить нужно. Без любви или уважения к пчелу никогда ничего не получится. А вот был такой случай. Сосед пчеловод попросился, давай я куплю шесть семей, буду ездить с вами, развивать пасеку. Поехал с нами, и он подходит к своим уликам, достает рамку, смотрит, как, вот, капли есть некоторые, а он говорит, вот, мои деньги капают. Вот деньги капают. И все, на следующий год не стал пчеловодом, потому что денег не было. Не продал? Ну, он накачал меда, все это самое, но он думал, что сразу возьмет много. А там же еще затраты нужны. Вот такие пчелкины уроки. Мудрые, как сама природа. А еще у Виктора Павловича всегда есть чем угостить своих детей и внуков. Вкусный душистый мед – лучшая награда за его труд. Настоящий пчелкин труд. Я рада была встретиться с вами, нашими телезрителями. Желаю вам только добрых вестей и положительных эмоций. А в 14.30 смотрите вместе с Аллой Динаевой в Вести. Хорошего вам дня на канале Россия-1.